Всем привет! Сегодня смотрим отель Ванабель, который находится на пляже Чвенгной. Шикарный пляж, до него мы дойдем. Отель тоже неплохой, единственное только это отель, который больше подходит для отдыха вдвоем, нежели чем для семейного отдыха, но это тоже вы увидите в Вангуду инспекции. Стоимость номеров здесь начинается от 250-300 долларов в сутки, в зависимости от сезона и категории. Отель за последние 2-3 года поменял пару раз название нынешних категорий и предыдущих, потому что вдруг кто-то останавливался до этого, и чтобы понимать, как они теперь по-новому называются. Первая категория, которую я смотрю, это Jungle Pool Suite, а раньше это был Glassy Pool Suite, сейчас это Jungle Pool Suite. Ну, в общем, самая простая категория номеров, которая начинает стоить примерно где-то от 300, 250-300 долларов в сутки, в зависимости от сезона. Все номера здесь с бассейном, нет ни одной категории, где нет бассейна. Вид на море здесь, кто-то схитрил, он показал самый лучший номер из этой категории. Большинство номеров находятся на первом этаже и никакого вида нет. То есть здесь частичный вид на море присутствует, но сейчас я его покажу. Номер, как видите, открытый, да, то есть он по большому счету больше подходит для отдыха вдвоем, неже чем с ребенком, либо там, не знаю, еще с одним взрослым, потому что, видите, здесь спальня, ванная комната, ванна с душем и туалет. То есть все в одном пространстве, нет разделения. Ванная комната, здесь туалет, ванна, большая кровать и софа. Софу как раз можно использовать как дополнительную кровать для ребенка. И в каждом номере присутствует бассейн. И еще раз повторюсь, этот номер лучший из своей категории, потому что имеет частичный вид на море. Большинство находится на нижнем этаже, там темно, поэтому я всегда говорю, когда выбирают у меня этот отель, предупреждаю, что самая простая категория, не самая удачная, и она самая темная. Ну, повезет, дадут на втором этаже, и будет светло, и вид на море, но тут как повезет. То есть это никто не гарантирует. Сейчас мы смотрим уже четвертую категорию, мы перепрыгнули через две, потому что Ocean и Premium, они абсолютно одинаково различаются только видом на море. То есть чем выше категория, тем лучше вид на море. Итак, заходим так же, как и в Jungle, в всех остальных категориях есть такая гардеробная небольшая. И вот оно, отличие от предыдущих категорий, здесь ванная комната отделена отдельной комнатой. То есть здесь именно спальня и ванная. То есть здесь такое рабочее место, пойдемте спать, ванну посмотрим. Ванна тоже огромная. Есть душ и есть еще ванна с видом на море и с выходом к бассейну. Ну, с выходом к бассейну я покажу вам бассейн через спальню. Отель, если не ошибаюсь, был построен в 2014, по-моему, они открылись. Может быть чуть раньше, даже не 14, по-моему, 12-13 год. Но, в принципе, все... Реноваться не было, но, в принципе, как видите, все хорошо. Кровати здесь большие, да. По поводу кровати, кровати... Две раздельные кровати есть только в категории Jungle и Ocean. Между номерами есть Connect, но не между всеми. Между Jungle, опять же, Ocean и, по-моему, Premium. Но, опять же, таких номеров немного. Ну и выходим на балкон. Балкон, как видите, здесь больше. Вид намного шикарнее, чем в предыдущей категории. Ну, в принципе, вот, кстати, по поводу... Опять же, вернусь к предыдущей категории. Вид у Ocean и Premium, он чуть лучше, чем вот я вам показывал. Здесь, видите, уже более такой открытый вид. Бассейн тоже побольше, мне кажется, по размерам. Да, там за счет... Получается, где-то на полтора метра он длиннее становится. Ну, так выглядит номер. Следующая категория – это Tropical Pool Villa. Вилла, она, в принципе, устройство тоже самое. То есть, one space, все единое пространство. Ну, такая концепция отеля. Поэтому я всегда говорю, что в Annabelle – это больше для отдыха вдвоем, нежели чем семейный отдых. Так вот, кровать, опять же, большая, с видом на море. Большой бассейн. Давайте сначала внутри посмотрим, потом я выйду на балкон и покажу. При входе, опять же, есть гардеробная. Она больше и с возможностью прохода в ванную комнату. И, как видите, здесь такое условное разделение в спальне и ванной. То есть, здесь стены нету, да? То есть, тоже все-таки полностью, практически открытое, как в первых категориях. Ванна, туалет, душ. Я думал, проход получается в ванну только один через гардеробную. И выход на балкон. Балкон здесь побольше. Так вот все выглядит. Внизу это уже основной бассейн. Здесь такая декоративная вещь, а бассейн получается вот он. Высота пляж, вообще, конечно, загляденье. Так выглядит эта вилла. Единственное, было бы прям совсем рядом пляж, да, но не попасть на пляж. Была бы какая-нибудь тропиночка, потому что прям вот рукой подать, а приходит, надо бы выйти и пройти дальше вниз, туда, к ресторану. То есть, прохода, приватного прохода на пляж у этой категории нет. Последняя категория, которую я смотрю, это самая дорогая категория Ванна Бейль Ошен Сьют. То есть, это не вилла, это номер. Если мне не изменяет память, раньше это была не самая дорогая категория. Самая дорогая категория была именно на пляже. Но отель как-то посчитал, что это самая дорогая. Окей, номер очень напоминает Грант, с единственным различием, что здесь больше балкон и больше ванная комната. Ну, сейчас увидите. То есть, спальня, как видите, один в один, все так же, такое же устройство. И ванная комната здесь огромная. Здесь гардеробная. Тут у нас, скорее всего, туалет. Да. Гардеробная. Душ. И выходим на балкон. Да. Но на балкон я, наверное, здесь не выйду, потому что, например, тут прям спустя. к бассейну. В общем, здесь, видите, здесь ванна прямо на улице с выходом к бассейну. Интересное решение. Вид... Ну, давайте я лучше с балкона. Вот он, балкон такой здесь. Вид именно у этого номера не самый лучший. Но мне сказали, что другой номер этой же категории, там вид получше. Здесь, как бы, даже ушем-то сложно назвать. То есть, частичный вид на море. Но заросло все просто. Срезать деревья жалко. Лично мое мнение, вилла все равно остается в самой высокой категории. Номер – это номер. Вилла – это вилла. Я вышел на пляж. Пляж – это Челенгной. Шикарный пляж с шикарным морем, с шикарным песком. Единственный момент, что с ноября и по март-апрель здесь могут быть волны. Сейчас то, что вы видите, это такая маленькая волна по сравнению с тем, что творится у нас именно в сезон волн. В остальное время года шикарное море. Тихое, спокойное, волны практически нету. Приятный заход в море. Песок здесь, он немножко различается. Чем ближе к морю, тем он мельче. Чем дальше от моря, тем он крупнее. И песок, как видите, он такой кремовый. И он неоднородный по всей территории пляжа. То есть, ближе туда он крупнее. Здесь мельчает. Дальше туда к камням, к широтону тоже увеличивается. Красота. Ну, еще раз по поводу отеля. Стоимость номеров здесь начинается от 250-300 долларов в сутки в зависимости от сезона. Отель больше все-таки ориентирован на отдых вдвоем. Все номера здесь one space. То есть, единое пространство. Нет разделения на гостиную, спальню. Не для всех это удобно. Сама концепция отеля тоже говорит о том, что это все-таки отель для отдыха вдвоем. Для романтического отдыха. Потому что ни детских клубов, ни детских комнат в отеле нет. Да, здесь есть развлечение, пляжные развлечения для детей. Есть активити, но их немного. По поводу депозита в отеле. В отеле есть депозит. Он равен 3000 батам в сутки. На данный момент это чуть меньше 100 долларов. И нету лимита. То есть, если вы останавливаетесь на 10-14 ночей, то надо 100 долларов умножать на нужное количество ночей. И если вы даете карту, то сумма на карте блокируется. Ну, поэтому либо давать карту, вам ее заблокируют, эту сумму. Либо же давать наличными. Ну, и напоминаю, что бронировать отели я могу по всему Таиланду с ценами ниже, чем на букинг сайтах. И помимо этого, самое главное, я помогу вам подобрать именно тот отель, который подходит именно для вашего отдыха. Поэтому, если планируете отдых в Таиланде, обращайтесь. Буду рад помочь вам.